Прежде чем настроить рекламу, обязательно нужно запросить бриф у клиента, заполнить бриф с клиента. Что же такое бриф? Это документ, который заполняет клиент еще до настройки контекстной рекламы Google Ads. Это важно. Вы должны бриф передать клиенту, клиент его должен заполнить и только после этого вы можете настраивать рекламу. Почему так, а не по-другому? Допустим, вы настроили рекламу, потом прислал бриф и дальше вот кое-как как-то работает. В брифе должна быть следующая информация. Должна быть отражена миссия компании, цель проведения рекламы, портрет потенциального клиента, то есть идеальный покупатель, какой у вас. Описано уникальное торговое предложение, а также основные конкуренты должны быть описаны. Также должны быть основные показатели эффективности, которые хотел бы достичь клиент, ваш заказчик. Вот как может выглядеть бриф. Это скриншот из брифа. Клиент должен название компании, расширенную информацию о компании. И вот теперь давайте на практике посмотрим, как выглядит реально бриф. Вот сам документ. Первое это то, что клиент указывает о компании. Он указывает название своей компании, сайт компании, контактные данные, с кем будем взаимодействовать. Это может быть маркетолог, генеральный директор или индивидуальный предприниматель, он же владелец бизнеса. Может быть это личный помощник его. Имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Я вам рекомендую здесь добавить строчку мессенджера, например, Telegram, Skype и так далее. Но удобнее всего из моего опыта это WhatsApp. WhatsApp есть у всех, там никого не блокируют за спам, в отличие от Telegram, поэтому WhatsApp оптимально. В расширенной информации о компании и услугах тут первое, что нужно рассказать, это вид деятельности и направление услуги, если он делает. Ну, например, продажа женской одежды, доставка еды или другое, которым он занимается. Второй пункт это цели запуска рекламы. Например, увеличение количества продаж. Повысить узнаваемость бренда или компании, или его как человека личного бренда. Чтобы у вас цель нужна, чтобы у вас было понимание, какие инструменты нужно будет применить, чтобы достичь цели запуска рекламы. Чтобы клиент остался доволен, ну или понял, почему это не могло получиться в рамках такого бюджета или такой короткой рекламной кампании. Следующее это уникальное торговое предложение. В чем ваши конкурентные преимущества? Например, бесплатная доставка, самая низкая цена, бесплатный аудит, гарантия. Здесь старайтесь объяснить клиенту, что от того, насколько детально будет его УТП отличаться от конкурентов, тем больше вероятность, что конверсия будет больше. То есть больше пользователей оставят свои контактные данные. Следующий пункт. Уровень цен, скидки, акции, специальные предложения. Ну, например, до конца мая скидки до 50%. Ну, бывает, что скидки и 70, и 90, бывает в черную пятницу, в ноябре, декабре. Кстати, я замечал, что на уровень конверсии очень сильно влияет наличие скидок у клиентов. Ну, это, в принципе, логично. Например, у конкурентов 50-60% скидка, а у клиента 70%. Соответственно, конверсия в 2-3 раза выше. То есть продаж все равно будет больше, и это будет выгодно. Дальше, что должен указать клиент, это описание целевой аудитории. Потенциальный клиент, идеальный клиент, аватар клиента. Например, женщины от 25-35 лет, это не совсем описание. Старайтесь объяснить клиенту, что нужно детально описать сегменты целевой аудитории, какие у этой аудитории есть интересы, что им нравится, какие у них есть страхи, риски и другие показатели. У нас будет отдельно еще, наверное, поговорим про целевую аудиторию, портреты. Соответственно, подробно посмотрим видео про это и опишем потенциального клиента отдельно. Время работы колл-центра. Это очень важно. Или работы менеджера, когда может принимать клиентов. Например, с 9 до 19. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы у вас было понимание, когда включать и выключать рекламную кампанию. В какое время, например, клиенты с 9 до 7 принимают заявки, в течение 10 минут реагируют. И они готовы. Они хотят заявок, лидов, звонков. Если будем показывать рекламу после 18, то люди, скорее всего, вы будете не первыми. Ну, то есть, важно сразу реагировать на заявки. Это очень важно. Иначе вас конкуренты опередят, и вы зря потратите деньги. Следующий пункт, который надо указать, это компании-конкуренты. Ну, например, ваш клиент знает трех своих основных конкурентов, чтобы я лично анализировал ваших конкурентов, ну, конкурентов клиента, чтобы посоветовать клиенту улучшить сайт, улучшить или хотя бы блок-элемент на сайте, либо, к примеру, изменить местоположение корзины на сайте, справа вверху или справа внизу. Ну, чуть позже еще поговорим про анализ конкурентов, конкурентный анализ. Вот. Следующий блок – особенности контекстной рекламы. Ну, в этом блоке мы должны обсудить с клиентом, каким образом нужно настраивать контекстную рекламу. Первое – это то, что должен подсказать клиент, это те направления товаров или услуг, которые нужно точно рекламировать. Когда у вас будет, допустим, интернет-магазин, у которого крупный интернет-магазин на более 300 элементов, вы чисто физически не сможете настроить на каждый отдельный товар, отдельное объявление, нужно выбрать категории в приоритете. Допустим, клиент должен назвать, допустим, две-три категории, которые приносят больше продаж и максимально прибыли приносят. Именно не оборотки, а прибыли. Например, то есть наиболее маржинальные категории или наиболее маржинальные товары будут у вас в приоритете для анализа. Соответственно, первым нужно настраивать на самые маржинальные товары. Точно так же делайте в сфере услуг. Если мы говорим про страхование либо оказание юридических услуг, много есть разных услуг, которые может оказывать клиент, но всегда нужно понимать, какая услуга приносит больше всего прибыли, высокомаржинальная. Следующий пункт – это ключевые слова. Это те основные фразы, по которым будут искать его бизнес, его услугу, его товар. Зачем это нужно? Специалист по контекстной рекламе не может владеть всеми сферами в идеале. Мы не можем знать все ключевые слова. Например, интернет, магазины, электроники. Есть юридические услуги по доставке еды и так далее. На самом деле тематик бизнеса очень много. И специалисту по контекстной рекламе практически невозможно знать все запросы, которые будут актуальны для всех тематик. Клиент должен сразу вам помочь с самыми горячими ключевыми запросами. Ну, например, например, оборудование для ресторанов, которые клиент может подсказать вам. Я, в принципе, точно не могу знать самые маржинальные ключевые запросы. Это, конечно, часть зависит от аналитики меня, как специалиста по контекстной рекламе. И если вам клиент подскажет, то это будет здорово, потому что... Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы вашему клиенту, как могут искать его товары. На будущее, чтобы вы знали, когда подсказывает очень много клиент вам, и когда вы эти подсказы принимаете, вот тогда и будет наиболее эффективна контекстная реклама. Когда клиент говорит все тонкости и нюансы внутренней кухни его бизнеса. Следующее – это сезонность. У каждого бизнеса есть сезонность продаж. Ну, например, круглый год, либо только зимой. Это актуально в тематиках, где товар продается в определенный сезон, чтобы вы вдруг берете клиента и настраиваете ему рекламу летом, а он продает только зимой. Это будет неактуально. Просто пользователь это не ищет, в поиске не спрашивает. Ну, например, тематика солнцезащитных очков. Это только летом, зимой намного меньше спроса на солнцезащитные очки. Соответственно, в майские праздники это хорошо рекламируется. То есть, важно понимать, когда это рекламировать. Если мы говорим про интернет-магазин и какие категории, и какие у них есть сезонности, соответственно, это нужно знать. Следующий момент – это регион проведения рекламной кампании. Страна, область, город. Ну, например, это может быть Россия, все страны СНГ, или это Москва, Московская область, или очень узкое направление в радиусе от точки, допустим, одного-двух километров. Например, у клиента локальный бизнес, фитнес-студия, например, ресторан, и нет смысла рекламировать ресторан по всей Москве. Потому что нет смысла по всей Москве рекламировать. Ну, вряд ли. Человек поедет из одного конца Москвы в другой конец Москвы. Поэтому не совсем правильно рекламировать за 30 километров от ресторана. Ну, соответственно. Какие акции, скидки, распродажи и как часто люди, клиент проводят эти распродажи. Тоже влияет. Ну, и последний блок, который заполняет клиент, это сроки проведения рекламы и бюджета. Первое. Это дата начала компании. Например, вы решили, что в ноябре в первого ноября. И до этого должны быть все рекламные компании настроены, протестированы чуть-чуть. Если вам клиент говорит, что через два дня запускается рекламная компания, то вы должны объяснить, что через два, за два дня настроить рекламу нереально. Три-пять дней настройка рекламы компании минимум занимает, иногда больше. Для того, что нужно в этом случае сдвигать сроки рекламной кампании. Это важно обсудить до запуска рекламной кампании. Дальше клиент должен указать бюджет, который клиент готов тратить. Здесь важно обратить внимание на то, что система контекстной рекламы есть НДС. И нужно говорить клиенту о том, что есть рекламный бюджет плюс НДС. Или этот рекламный бюджет включая НДС. Ну, то есть вы читаете 20% у нас в России. Дальше. Третье. Распределение общего бюджета по рекламируемым направлениям, товарам, услугам. В вашем случае вы создаете отдельные рекламные кампании в кабинете и должны понимать, куда, сколько тратить, чтобы вас сразу не ушло на какую-то категорию отдельную. Если вы не укажете, это не проговорите, то у вас не будет понимания, ну, например, 30% ноутбуки, 20% телевизоры, 40% планшеты и аксессуары. Ну, вот пример примерно такой часто, потому что ноутбуки чаще покупают, больше оборот, маржа примерно такая же. Вот. Соответственно, мы также определяем, какие целевые запросы наиболее правильные и зачем они нужны. Почему вы так считаете? Ну, и последний пункт, кто отвечает за пополнение рекламного аккаунта? Заказчик либо исполнителя, либо вы, либо он. Если будете пополнять вы, обязательно с клиентом надо согласовывать, на какую сумму пополнять. Если вы не согласуете пополнение, у клиента может поменяться бюджет, и он будет не готов вкладывать столько денег. Поэтому клиент, если клиент говорит, что пополняю вы, то мне нужно перед пополнением заранее, чтобы он сказал окей, да, письменно, лучше а не голосом. То есть подтверждение от клиента нужно. Ну, если он пополняет сам, то тут все окей, он сам пополняет. Я считаю, что это правильно. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.